Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Юлия Антипова, я руководитель практики государственно-частного партнерства и инфраструктуры в юридической фирме Capital Legal Services. Сегодня я и моя коллега Анна Персиянцева, управляющая юрист практики государственно-частного партнерства и инфраструктуры, поговорим с вами об основах правового структурирования инфраструктурных проектов. Наша фирма на рынке инфраструктуры с самого начала его формирования в России. В 2008 году мы начали работать над первым проектом государственно-частного партнерства, проектом реконструкции аэропорта Пулково, и с тех пор принимаем активное участие в самых разнообразных, в том числе крупнейших проектах ГЧП. За годы работы мы накопили достаточно внушительный опыт реализации проектов. Нам повезло поработать над крупнейшими автомобильными дорогами, например, обходом Хабаровска или строительством моста через реку Обь в Новосибирске. Мы работали над строительством центрально-кольцевой автомобильной дороги в Москве и западным скоростным диаметром в Санкт-Петербурге. Мы принимали участие в заключении первого соглашения о государственно-частном партнерстве в отношении семи поликлиник в Новосибирске, в первой дельно-восточной концессии в Магадане, в подготовке проекта первого университетского кампуса в Челябинске, первого крупного туристического проекта горнолыжного комплекса РАИС в Ямало-Ненецком автономном округе. Все проекты, которые я перечислила, объединяют одна особенность. Они являются первыми на рынке, и на момент их запуска примеры аналогичных проектов отсутствовали. По этой причине одной из главных задач в подготовке к реализации таких проектов становится прежде всего их правовое структурирование. Наша экспертиза объединяет опыт в совершенно различных сферах, включая автомобильные дороги, здравоохранение, ЖКХ, образование, мусоропереработку, морские порты, информационные системы, городской транспорт. Более того, мы сопровождаем проекты не только до их заключения, но и после. На стадии их исполнения работаем над договорами генерального подряда, финансовым закрытием и разрешением спором, отекающих из концессионных соглашений. Поэтому большинство из тех решений, которые мы предлагаем заложить в концессионных соглашениях или соглашениях ГЧП, мы успели опробовать на практике и оценить их работоспособность. Этим опытом мы сегодня постараемся поделиться.